Вот он, лебедь. О приезде этого пассажира знали только местные жители. Чтобы не напугать его, всё происходило ранним утром. Счастливого плавания! Вперёд! Махнув хвостом, он будто поприветствовал всех. Теперь главное, чтобы приняла новая подруга. А вот и она. Сейчас самый интересный момент. То есть самка принимает самца, и, возможно, у них будет танец брачный. Почти сразу взаимная симпатия. Хотя на этот счёт были сомнения. Ведь несколько дней назад она потеряла друга. Тело лебедя нашли на берегу пруда. Версия, что его жестоко убили, сейчас не подтверждается. Скорее всего, птица была больна или же отравилась едой, которую подбрасывают многочисленные прохожие. Теперь за лебедями обещают следить лучше. Существует договор с питомником, по которому питомник обеспечивает питание птиц. И при этом они оказывают ещё ветеринарную помощь, консультативную, экспертную. И больше того, что на зиму питомник заберёт на передержку этих птиц. Пока судьба лебедей на патриарших складывается не слишком счастливо. Несколько лет назад белоснежную пару сюда поселили владельцы ближайшего ресторана для привлечения клиентов. Но за птицами никто не ухаживал, и зимой они погибли. В отличие от диких, эти лебеди требуют ежедневного ухода. Ведь к нему они привыкли с рождения. Нынешняя пара лебедей на патриарших, как и их предшественники, родились в подмосковном питомнике. Там птиц выращивают, а потом продают. Чтобы вывезти как можно больше птенцов, яйца кладут в инкубатор или подкладывают индейки. Вот так будет сидеть 45 суток, не слезая. Пока не выведутся лебедята. А когда выведутся, мы лебедят сразу отбираем. Дальше в роли мамы выступает человек. Чистит воду, приносит скошную траву, чтобы птенцам самим даже щипать не пришлось. Всем, кто вырос в таких тепличных условиях, потом выжить без помощи невозможно. Мы в ответе за тех, кого приручили. Если человек вывел, выходил, то потом просто отпустить и думать, что все произойдет само собой, для домашней птицы уже, надеяться, не приходится. Птица привыкает, что ее кормят, что о ней заботятся и сама уже не особо стремится даже к поиску пропитания. А еще, говорят орнитологи, категорически нельзя кормить лебедей хлебом, только специальным кормом. Лебедь может погибнуть, так как у них совершенно другая пищеварительная система, и хлеб для них очень губителен. Иван и Мария, так назвали лебедей, теперь тоже под присмотром. Каждый день воду чистят от мусора и насыпают корм. Наша съемочная группа вернулась на пруд спустя сутки, чтобы проверить, как обустроилась новая пара. Ну, кажется, у них все хорошо. Они все время плавают вместе. Нашли общий язык. А уже в следующем году у этой семьи может появиться первое потомство. Анна Балышевна.